Ну что ж, друзья, еще раз всех с добрым-добрым. Утром мы уже вернулись в эту студию и вернулись в нее мы, слава богу, не одни, а, конечно же, с нашей очаровательной гостьей. Нашу гостью зовут Анна Волкова, она автор и исполнитель песен, как вы можете уже сразу понять по гитаре. Да, Анна, здравствуйте, как ваши дела? Здравствуйте, у меня все просто прекрасно. Слушайте, мы хотим, чтобы вы нам ответили на несколько вопросов. Вот у меня сразу же сходу с горяча, как говорится, первый вопрос. Когда вы начали заниматься творчеством? Как давно? Из чего начали? Если вообще воспринимать творчество в целом, то я писала стихи еще в детстве. А если воспринимать именно музыкальное творчество, то, наверное, с 2016 года, когда, даже, может, пораньше, ну ладно, с 2016 года, когда основался мой первый дуэт, легко запомнить, потом музыкальная группа, и там пошло-поехало. То есть уже 4 года плотного занятия музыкой? Ну, можно и так сказать. Слушайте, я правильно понимаю, вот мы с вами до эфира общались, да, что у вас есть и своя музыка, да, и, конечно же, вы исполняете, как я думаю, наверное, большинство музыкантов в этом мире исполняете каверы. Да, это действительно так. На самом деле у меня достаточно много своих песен, но я записала пока что только одну, потому что у меня классные друзья, и они сказали, либо ты записываешь, либо ты записываешь. Право выбора — это важно. Да, в нашей стране. Особенно для женщин. Да, друзья. Да нет, я шучу на самом деле. Скажите, а с чем вот эта песенка вообще, с чем связана, как вы ее написали, как вам пришла идея, как вдохновление к вам пришло? Песня в твоем городе? А можно это оставить в секрете, да? Ну, просто на самом деле я не рассказываю. Это жизненная ситуация, но я не рассказываю о том, про кого эта песня, потому что... Слишком лично. Понятно, слишком лично. Потому что не надо, чтобы он узнал все. Не, ну самое главное, что вам благодаря этому человеку, назовем его великому, да, человеку, потому что он вас вдохновил на творчество. Это очень-очень хорошо, мы этому рады. Хорошо. Есть ли у вас какая-то песня, которую бы вы хотели нам исполнить сегодня, и нам, и телезрителям? Нет, я могу исполнить эту песню как раз, да? Давайте, давайте, давайте. Вот, которая... С секретной историей. Да. Обычно ее играет мой гитарист, он играет ее красиво, а я играю как умею. Исполнить ее красиво. Ты уже не как привычка, ты же как воздух. Продолжаю отпускать, это же так просто. Молчать и дышать тобой. Кричать нет, не стоит, ты уже не как привычка, Ты же как воздух. Продолжаю отпускать, это же так просто. Я молчу, а хотелось бы. Ты идешь на работу, рано утром, возвращаешься снова, поздно вечером. А я в твоем городе, опять в твоем городе. Ты меня не заметишь, почему-то твои мысли заняты другими встречами. А я в твоем городе, опять там. Ты уже не как привычка, ты же как воздух. Продолжаю отпускать, это же так просто. Я молчу, а хотелось бы. Давайте я только первый куплю, да? Давайте. Очень красиво было, да? Ушко, вообще, я думаю, можно поаплодировать. Шикарно, на самом деле, вы большая молодец. Мне очень, честно, понравилось. Вы видели, даже на припеве я задергался немножко, головой затряска, будто бы я на концерте. Очень хотел бы его посетить. Слушайте, вот я смотрел все ваше, скажем так, микровыступление, ту часть, которую вы нам сегодня показали. Вся гитара у вас в огромном количестве наклеек. С ними тоже какие-то истории связаны? Да, на самом деле, я помню историю каждой из наклеек. Некоторые из них были наклеены мной лично. Я потому что думала, о, как круто иметь гитару в наклейках. И поэтому обклеила ее наклейками, но там их было немного. А затем я поехала вожатый лагерь, и дети начали клеить мне свои наклейки. Затем просто друзья, когда я приходила куда-нибудь, они клеили мне свои наклейки. Потом я начала какие-то наклейки выигрывать, тоже сюда клеила. И просто потом у меня не осталось места. Но гитара очень хороша тем, что у нее две стороны. И, в принципе, если посмотреть на другую сторону, то тоже есть и на боках немножко. Как вы сказали до эфира, это гитара для души, да? А так у вас еще есть другие гитары, тоже не менее интересные. Да, у меня есть электроакустика. Когда прошлым летом я пошла работать, я заработала, плюс еще стипендии было. Я так думаю, куда бы поехать, куда бы потратить эти деньги. В итоге я купила на них на всех электрогитару, электроакустику, которая для выступлений. Слушайте, классно. Вы такая молодец. А может быть, еще что-то вы какую-то песенку сыграете, которую тоже сами сочинили. Нам просто интересно свое, именно ваше видение, ваше творчество. Так, блин, я не репетировала больше днем. Не надо ничего репетировать, в этом-то и суть. Импровизицион. Так, это на самом деле немножко проблемно, проблематично. Потому что у меня обычно гитарист играет. Если хотите, можно какой-то кадр, можно вас попросить. Да, что вашей душе угодно. У вас просто очень красивый голос, я думаю, нам этого хватит под любую песню, под любую музыку. Да, вам настроение подходит сейчас. Сейчас я померу. Все. Земфиру. Давайте, ну что, господи, это моя личная просьба была. Вы узнали эту песню, нет? Нет. Не буду врать, буду кивать и говорить нет. Там должен быть красивый соляк. Соло-гитариста, но у меня его нет. Джинсы воды набрали и прилипли. Мне кажется, мы крепко влипли. Я забыла аккорды, простите, пожалуйста. Ну очень круто, на самом деле, вы такая молодец. Честно, я вспомнил просто, знаете что, сразу же детство, лагеря, спортивные лагеря, лагеря актива. Как мы вот у костра сидели с ребятами, так же под гитару играли замечательные песни. Я думала, у костра сидят под изгиб гитары желтой. А вы под Земфиру. Мы под все сидели. Изгиб гитары желтой, его надо уметь играть. Ну это да, согласна. Еще одну песню выходите? Диана Арбениной. Я только один куплет. Давайте один куплет, конечно. Ты дарила мне розы, розы пахли полынью. Знала все мои песни, шевелила губами. Исчезала мгновенно, не сидела в засаде. Никогда не дышала, тихонько в трубку. Мы скрывались в машинах, равнодушных таксистов. По ночным автострадам нарезали круги. Ты любила холодный, обжигающий виски. И легонько касалась горячей руки. Вот все, спасибо. Анна, вы огромная молодец. Родился у меня сразу же вопрос. Глядя на вас, глядя на ваше выступление, вы так это делаете вдохновленно? У вас глаза горят... Что я говорю? Горят глаза. Вы просто это делаете с вдушевлением. Это сразу же видно, сразу бросается. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие цели, чего вы хотите достичь, чего добиться? На самом деле, мне иногда кажется, что у меня раздвоение личности. Потому что, когда я выступала на сцене с группой, я получала настолько большой адреналин, настолько много энергии, что я такая вот, это то, чего я хочу. Я хочу выступать перед большой публикой, я хочу видеть вот эти фонарики в зале, я хочу видеть людей, глаза людей, улыбки их, я хочу, чтобы они подпевали. А иногда мне хочется просто уехать в деревню и жить там одной с тремя лошадями и там сорока кошками. Я думаю, это могут быть этапы жизни. Сначала люди, публика, а потом уже деревня и кошки, и лошади. И всё. Ну да, мне хочется всего сразу и одновременно. И это проблема большая. И это всё потому, что вы типичная представительница прекрасного пола. Опять. Конечно. Это вывод на все случаи. Да, друзья, ну на самом деле важно что? Важно то, когда у нас есть не только настроение, но и бодрость тела и духа. А именно для этого мы каждое утро делаем зарядку и делимся с вами, как же сделать весело, а не обыденно и интересно. Смотрим.